всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на обзор завершающего раунда дфвц он оффлайн тренинг капа тренинг оффлайн капа капа и собственно карта 2008 9 соответственно что она себе представляет из себя представляет даже нельзя сказать что комбо потому что компа это в целом когда несколько пушек одновременно до который тебе надо комбинировать здесь у нас отдельно сепарированные комнаты это финиш как вы можете видеть нам надо ну и как нам показала при выходе из телепорта давайте покажу три фрага необходимо там значит нас ракета там плазма и тут стрейк каком порядке проходить вы выбираете сами здесь у нас кнопка для гранаты здесь у нас также две кнопки между нельзя стрелять спасибо тут либо тут и вот эта вся стена тоже кнопка ну в общем то давайте посмотрим давайте начнем со страйка раз я гранату выкинул стрейк не как бы не под нынешние скиллы стрейк достаточно простой просто стрейкем падаем на рамку делаем дабл джамп делаем не дабл джамп потому что давайте зоны так как на этой карте есть один очень важный о то принципе стрейк становится просто как повезет здесь ничего особенного такого нету то есть сделаем дабл джамп и заворачиваем в телепорт открывается у нас двери и так далее вокруг 3 дорожка немного другая мы пробегаем там вот рампа мы проверяем через решетку падаем джампад вот здесь вот берем хейст здесь просто стрейкем здесь же поднимаемся и собственно ходил комик потом у нас идет плазму здесь у нас с этими патронами 2 гранаты и вот это тоже кнопка то есть мы от накидаем сюда и вот таким вот образом собираемся наверх далее у нас плазма здесь так сказать два путя внутри цпм либо цп для тех кто не может сделать срезку здесь по идее можно сделать дабл джамп и залететь сразу туда и представляет собой вот такую схему мы забираемся наверх для выку 3 вообще здесь телепорт который нас телепортирует сюда работает все работает вот и здесь мы уже пропрыгиваем возле к стене и вот здесь важный он ловится при спрыгивании с той платформы он ловится только здесь либо вот стойку формы то есть вот так еще есть это скорее всего для выку 3 но не знаю как выку 3 топовый роут вообще не глядит но пройдут и сейчас тоже поговорим в принципе эту карту очень люблю как мне будут не будут в общем-то ракеты здесь довольно-таки довольно-таки кривые стены обо все это можно зацепиться поэтому надо быть бдительным внимательным и здесь дефолтный ромб наверно а тут через гранату или слажда ну вот единственное можно сказать комбо потому что здесь ракета с гранатой это по идее здесь ничего такого как бы при хорошем прохождении граната не используется в общем-то в цп мы можем пойти по низу подняться и пойти в телепорт либо пойти по верху своих с ракетой да ну и здесь сразу здесь нам бы гранату и принципе логично мы можем сделать таким вот образом то есть выпрыгнуть отстрелиться в телепорт либо выпрыгнуть направо и отстрелиться отсюда но эта кнопка чуть чуть ближе но эта кнопка премии да то есть тут уже надо смотреть тут надо прямо вот тут надо тестить как быстрее как не быстрее в целом я думаю что примерно одинаково потому что здесь по факту тоже прямая не надо ничего крутиться то есть ну как бы эта кнопка подальше тут я думаю просто кому как удобно можно вообще без кнопки просто прострелить и все итак про руку так как мы выходим с гранатой первое что я могу сказать про начало стрейфа то что мы можем выпрыгнуть отстрелиться и запрыгнуть телепорт пилот образ давайте я ее тогда пройду если нам повезет он не повезет или пойду повезу далее про плазму делаем здесь и разгуз возьмем максимально долго набирая скорость и сразу сюда забираемся при хорошем раскладе если мы долетаем примерно вот сюда то есть не на дощечке тоже дощечки кривенькие мы можем сделать г.б. и соскользнуть как бы и потом уже послить долго не будет не долетел я вам мог соответственно и на ракетах тут принципе много вариантов можно сделать вот таким образом то есть мы можем это все пропустить 2x так сказать и здесь принципе интересно потому что можно в при можно его так как я сейчас пытался сделать а можно можно более по хитрому можно дать себе под себя шку чуть-чуть как-то над баке шку и на стене шку подкинуть себе и в принципе завернуть вот до этого пада и дальше уже там ну естественно по усмотрению максимального хорошо набирать скорость либо мы естественно падаем на 2x а давайте в самый старт на 2x есть тоже несколько вариантов блин не то делал ребят у меня рефлексы мы можем сделать вот таким образом и отсюда допустим твоих за либо либо также имеет место быть вариант если мы просто набираем скорость здесь прыжка в оправдываем 2x далее у нас есть вариант уже не про это 2x мы можем здесь хитренько завернуть и пойти по низу здесь также набрать очень хорошо скорость но здесь вся сложность так что нужно очень аккуратно срапы подлететь максимально низко максимально возможно низко даже может быть заски мити но по-хорошему товара не получается заски мить то и отстреливаемся сразу в телепорт это даже бывало то быстрее чем дефолтный боится через низ да но все-таки это медленнее чем просто скипать все и лететь туда наверх дальше вот такие я но записался вот в общем то и все по роутам и на финише соответственно уже смотрите сами кому как удобно и финиш у нас здесь ничего нет кстати говоря есть тайм-диседа еще есть вариант сделать даблджамп и сразу сделать даблджамп стиле джампом и сразу долететь до второго пада но я что-то покупался было минут 5 у меня не получилось я думаю что здесь какой-нибудь виз вполне себе это сделает возможно там даже что-то похлеще будет кстати говоря про виза у нас сегодня дымка виза ребят я ее к сожалению забыл скачать но сейчас мы все это исправим быстренько максимально быстро вот и все в общем то вот такая карта давайте давайте смотреть на чем как всегда свыку 3 кузлях 2 минуты 7 секунд по дефолту почему-то многие начинают с ракеты казалось бы строить самый опасный то есть если ты делаешь очень хорошо части с пушками то ты можешь очень легко обосраться на стрейке благодаря рандомным могут на рампе ну в cpm по крайней мере вы кутри это не критично но тем не менее по дефолту почему-то все бегут на ракеты не знаю я тоже через ракету начинаю так как-то удобнее что ли так на пузырях чихонечко у нас проходит вообще никаких помарочек нету все максимально аккуратно чисто торопиться не надо это верно это так сказать почет и уважение не на пузырях молодец я считаю интересно интересно вот здесь единственное чуть-чуть за фейдинг ничего страшного бывает да тут кстати говоря внутри не все так просто как может показаться здесь достаточно такой хороший стрейк иметь в целом все неплохо главное успеть до закрытия дверей ну и 207 чистое прохождение практически без помарочек вообще отлично хэппи минута 40 опять у нас длинный обзор поэтому под конец я опять наверно буду говорить что-нибудь не про дэнки потому что это очень кстати утомляет ну кстати говоря вот начало через плазму уже все побатрее 20 секунд них разницы я думаю что при таких раскладах хэппи где-то неплохо запылил возможно на ракетах так берет гранату 2x не будет просто граната хорошо свою гранату оптимальную и тихонечко проскакивает главное не словите где-нибудь рандомного ребята я вас умоляю я передам если что конечно облегчаю это кстати работу валидатором потому что писать обзор надо валидации все еще нет пошел кстати по внутренней стене да тоже неплохая идея пусть и со стрейфом в принципе сегодня все неплохо да с первого раза справился ну и финиш ну хотя нет да то есть никаких помарчик особо нету все в порядке так рейбина сказали дэнка слов не знаю что тут сломано давайте посмотрим я почитал комментарии просто сказали что дэнк а а как она так а как она так записалась лоб ладно ну в общем у рэйвена там я передам в принтер а нет но она не я поверил вам передам плюс комментарии все начитает ну рэйвент описал него типа 146 что ли есть дэнка и типа тогда ее должны поставить что он ее тоже заливал посмотрим не знаю но в любом случае я уже я не думал что она настолько сломана давайте так и ждать пока все это произойдет я тоже не хочу поэтому давайте пишем обзор извини рэйвен бывает не знаю как так вышло это какая-то уж вообще я не знаю как у вас иногда получается вот эти вот вещи радиокала из беларуси так радиокала скорее всего не знал а кстати вам еще один роут не рассказал который никто наверно не сделал но его можно сделать я хочу радиокала не знал про кнопки точнее про кнопку которая там есть либо он звал но у него эта кнопка не получалось по какой-либо причине не знаю так на ракету здесь он знает про кнопку цевит гранату неплохо правда она не особо пригодится хотя он может не идти когда за этой гранатой я построил берет у него две бульвера на там я две гранаты то есть по идее если ты совершил гранат можно было тогда ее и не брать принципе это был бы смарт-мув я бы даже это удал приза оригинальность но видите не случилось но все неплохо ребята кстати себя очень даже хорошо показывают на пушках тоже по бортику пойдет потому что скорости недостаточно здесь стрейк с первого раза на этот раз поднялся по наклонной ну и финиш выкуки пока тоже без гранат но в целом неплохо неплохо ребят молодцы ребята компа лонус 116 молодцы прямо без по марочек приятно очень смотреть до медленно немножко ничего страшного быстрее в следующем году сделаете это в порядке погнут компом с кстати решил начать через стрейк стрейк прямо чистенько прошел без всяких бортиков и так далее достаточно хорошо так далее у нас ракета отдела двоих минус граната нормально хорошо ну правда на ракетах видно чувствует себя не очень уверенно все джампа не просто вниз над этим в принципе тоже можно поработать почти почти зато идет ну и здесь все принципе чистенько все красивенько тоже без гранаты на финишке ну нормально нормально очень даже ничего так ракет и пики не знаю не знаю из норвегии робко я сомневаюсь что это кто-то из робко ну и все очень даже ничего но это явно не явно не новичок то есть это кто-то кто нас из норвегии мы же знаем да кого-то из норвегии брейкер может это брейкер ну в общем-то все уже так на уровне проходится так поздно пошла гранату не очень хорошо сломил здесь на самом деле кто-то граната первый-первые длинный джамп прямо решает жестко потому что в принципе от него зависит насколько быстро ты попадешь телепорт учитывая что он там еще и встал постоял и такая бы конечно такое ну и с грамотой в принципе она ему не то чтобы много того но это а это холвар рок-коткосов и холвар расстроил только меня ну какая норвегия холвар ладно минута двадцать томми хорошие хорошие тайм уже пошли быстро и все хорошо и томми очень хорошо пошли строить на тоненького признай помню это был до коненького есть хорошо еще успел с кейсом сделать черта вообще отлично далее плазма ну то есть люди не начинают через ракету да это очень даже нормально не знаю почему решали через стрейк потому что стрейк самый простой с другой стороны стрейк самый простой его надо делать в конце чтобы точно ты знал что типа но стрейк и нет нигде точно не зафейлишь то есть по логике если мы не берем рандомные лобы в расчет то по логике принципе но начинать уж хороший 2x хорошие ракетки тут наконец-то хорошие ракетки и неплохой финиш с гранатой точно даже ничего зонт минута 16 из польши да петерман почему у меня такой звук очень красиво очень классно я тоже хочу такие звуки очень хороший стрейк быстрый вот через гранату на 800 500 очень классная демка я прям я не знаю меня так у меня такой диссонанс надо вроде что-то говорить но я хочу послушать эти звуки прыжков легендарные из q2 то есть у 2 же я не ошибаюсь короче старые добрые классная демка хорошо все очень чисто пройдено но есть быстрее соответственно всегда всегда есть быстрее так а перу кстати да и это кто это ран x точно это означает что это все еще не пользу мы с этим разберемся когда-нибудь наверное 114 пушит и темпо тем очень качественно очень быстро вот это для vq3 площадочка чтобы сделать здесь хорошие ракеты с прыжка дочь твоих снялый зонт красиво я не буду давать за это ты за оригинальность потому что это не очень оригинально по сравнению с тем что можно сэвить теперь гранату со старта одну и потом не просто и не подбирайтесь ты играешь через гранату это за оригинальность я считаю ну очень все технично я даже не знаю как бы что говорить в целом уже вот на этом этапе в целом демки будут различаться только в скорости прохождения определенных сегментов потому что у всех сейчас будет роут одинаковый будет только отличаться я так считаю будет только отличаться мелочи мелочи так сказать где-то стрейк побыстрее где-то плазма получше там ракеты посильнее и так далее так далее факторов на карта длинная карта долгая на карте очень много факторов которые могут влиять на тайм и как бы вот этот разрыв даже пять секунд он вполне себе может состоять чисто в детали так 13 минута 13 давайте посмотрим степ из германии брат начинал через плазму не плазмил здесь в стену хорошие гранаты вот видите допустим без крышка уже двоится из дополнительного прыжка это уже плюс уже плюс секунды считай здесь ракетки допустим да побыстрее это уже там плюс 500 то есть уже вот такие вот такие вот моменты решают ну глобально роут не меняется как бы я к этому виду понятно что исполнение может быть немножко разным всегда по глобально роут не меняется хороший стрейк под занавес фиш с гранатой но тоненького было мог упасть я думаю отличная демка sentinel из германии минут 13 третье место поздравляем sentinel с третьим местом sentinel если кто не знает это советский так сказать не правил че дефрагер немецкой германской коммунистической партии особенность германии короче старичок и да очень хороший любой получился чуть-чуть под плазмил ну самом деле я не знаю есть ли там смысл при атаках это две плазминки вкидывать потому что ты пока развернешься пока то все тоже без прыжка гранится мне кажется проще под стрейт принципе даже те же самые ракеты то мы видим только без последней ракеты в этом скорее все небольшой минус стрейк секция принципе вообще у всех плюс минус одинаково отличаться будет только вот этот подъем и последний стрейк потому что до этого у всех одинаковое количество пашков и скорость нам не особо что-то поменяет то есть различия будут но они очень незначительны так перу перу так сказать минуту 12 но полсекунды перебил давайте посмотрим очень хорошие очень хорошие гранаты великолепные гранаты много здесь скорости ну вот если только тогда нормально чтобы себя буду стынуть по скорости они так что в этом две плазминки выкинул получается лазинки ради плазминок вот тем более тоже похоже 2x как делал зонт ну и ракеты точно такие же с последней ракеты так что это тем более ребята из-за оригинальность если вдруг кто-то уже успел побухтеть что-то как ну и дельта побеждает в этом раунде оверолл наверно посчитается после того как обрубнут дымки то есть я там дам команду что ты сможешь иван сломана днк посмотрите там может в цепи у кого-то рандомных обувь найдем тоже за по банем половину поэтому в общем то давайте смотрим первое место 11 11 через ракеты очень быстро 1200 с ракетой очень очень быстро вот тебе и скорость вот тебе вот это вот все плохо неплохо хорошая ракета ну не кажется немножко мере на получилось но начало ракет хорошее здесь также хорошо залетел хороший стрейк чуть-чуть бы еще и смазался стену ну ракеты мое почтение так сказать ракеты очень классно исполнены очень технично ну и стрейк соответственно финиш очень и очень даже ничего так дымка виза у нас есть давайте я быстренько покажу вот который я хотел показать здесь на гранатах ребят есть интересный момент цепи мы можем взять эти патроны очень рано точнее очень высоко мы знаем нашли перепрыгивая мы зацепляем и здесь у нас есть вот такая штучка под дабл джамп вот здесь то есть в теории я попытался пару раз но я в общем-то отправил бы дэмку если бы я сделал ран который я хотел сделать со всей фигней с хорошими там всем то есть там 51 секунда ребят по-любому это конечно некрасиво типа но у дэма ноу-пруф так сказать но было бы у меня чуть побольше времени я бы прямо поиграл и отправил бы тоже дэмку потому что карту очень люблю эту в общем-то делаем дабл джамп подбираем патроны так как здесь мы в принципе у нас вот эта штука на высоте прыжка да практически с дабл джампом мы на нее залетаем допустим вот сюда на краешек подбирая патроны и отстреливаясь от нее уже наверх это будет прямо нормально то есть мы можем делать специально низкий какой-то не знаю но я попытал у меня получался надо очень аккуратненько высоту набирать я попробую чтобы вам наглядно показать можно даже я пытался еще если идти прямо в принципе можно но там тяжело очень можно пойти сбоку таким вот образом только надо как-то у меня получится я вам говорю не то чтобы это труд получится то есть вот я залетел но я не взял потом вот нагрел еще раз два то есть можно можно зацепить патроны ну я я скажу прямо я не зацеплял еще патроны но выглядит так как будто это можно сделать кстати есть ее я только что подумал про другой руд можно же после прыжка на дабл джамп у нас есть какое-то время и мы можем этот дабл джамп заделывать то есть в теории я могу сделать прыжок но вот этой более низкой платформе сделать маленький серпель мгновенно и на рампу типа вот так вот это скорость и будет побольше соответственно я чуть-чуть дальше проскочу я думаю что если бы я провел немножко больше времени ну вы поняли да суть короче вот этот роут это прямо имба это его сделать это это тупо дфвц 2021 сразу в общем-то я искренне искренне жаль что у меня я там сделал 53 по-моему типа обычным обычными роутами потом придумал себе роутов и не смог сделать а потом уже было не до дефрага вчера вот я играл а нет какой вчера чуть сегодня понедельник же но в субботу я играл и у вас обманываю короче вы поняли да какая вот есть кто сделает я не знаю может быть кто-то из вот скилловых смотрит не замашки карус и карус давай сделай прямо этот род девочку запиши я потом отдельно где-нибудь на стриме покажу это вообще короче мне лень сейчас уже варкап кончился мне лень эту карту даже играть почему-то я не хочу поэтому короче ладно все плей волканой давай 233 такая небольшая небольшой релакс 20 минут дымок здесь у нас так две минуты цп я подозреваю что здесь все весьма и либо долго либо грязно грязно я не люблю пусть будет долго ну неплохие ракеты дано сказать немножко заткнулся но в целом и так сойдет так зацепился на стрейфе и все и и поплыл поплыл все так был залетел уже не добыча залетел хотел на финиш я горит иду на vr 50 секунд ребят ну да я ну вулканой ты давай так не делай больше 1 гранатом 2 не дадут 1 я кстати не удивлюсь если без сделал мои ромты что-то из моих ромтов он должен был сделать это ряло где уже я не смотрел еще дэмку виза мне капкорд вчера скинул но я еще не смотрел я думаю давайте вместе удивляемся нему вулканой но я не буду вот это прямо комментировать тут понятно что скорее всего него просто не было времени нормальную дымку сделать и отослать но с другой стороны я всегда говорю нет времени сделать чистую дымку пусть медленно как кузле хукуки да очень хорошая качественная дымка нету времени на такую дымку лучше тогда не отсылайте зачем вот этого типа вы очевидно не займете там какой-то высшее место даст такой дымкой но при этом все отправляете просто для массовки но просто для массовки как вы отправлять и на варкапы на которых нет обзоры например да но я к тому что меня пожалеете мое время пожалеете так ладно кузлях в 1 30 и хорошая я чувствую что хорошая я очень купить я прям наболтал очень хорошо . кузлях кузлях красавчик давай кузлях кстати кузлях есть ты смотришь я починил ссылки спасибо за информацию я починил ссылки там какая-то я была ссылками не знаю почему так случилось но я все починил все нормально все чисто давал джампа не будет зато все чисто зачем зря джамп делать когда есть то есть представляете в цепи насколько эта карта вообще по сути не играбельно если у тебя не стальные нервы какие-нибудь надо оставаться всю карту максимально хладнокровным просто максимально надо просто я не знаю релаксина какого-то принять так пошел по три путем понимаемо я как раз про это и говорю ну что здесь по сути три важные четыре важные рампы три из них на стрейфе и одна на плазме и ты можешь словить на каждой рандомную а еще и еще есть а ну там стабильного то то есть блин я думаю что мы у кого-нибудь рандомную какой-то увидим в плане типа не повезло и в принципе по идее это сразу рестарт это все это сразу минус очень много времени особенно если тебя не получается об после плазмы это очень тяжело так об там легкий но смысле тяжело потом из этого минус вырулить равен 128 надеюсь здесь дмх любитая начинал через плазму тоже не делал не то чтобы скид я скид не требую я думал что они будут делать даблджам и залетать наверх они решили что вот так вот и надежнее возможно они специально обойдены рампы чтобы не сделать рандомный в принципе понимаем а вот непонятно он приземлился на рампу или нет но здесь у него в принципе все ржо и вот еще одна рампа на который ты можешь словить рандомный опыт пролететь просто вот и идешь стрейк последней комнатой делаешь рандомный опыт и просираешь там вот кстати говоря сэйвит гранату давайте посмотрим вдруг району достается очень жаль ну вот это кстати говоря невнимательность это невнимательность к карте возможно какой-то отсутствие опыта в данном случае но вы должны всегда проверять если где-то телепорт у вас были пушки вы их всегда тратите до телепорта но отбирает ли телепорт пушки всякие вот такие моменты то есть вариативность какая и эту эту штуку надо всегда проверять то есть ты вот у тебя допустим там 5 гранат ты зашел в телепорт у тебя осталось 5 гранат все значит ты можешь допустим дальше уже как-то изменять свой роут под это дело где-то вот например как здесь одну за сэйвить здесь вот этот суть в том допустим мы сэйвим гранату и не берем следующую гранату мы сэйвим кучу времени несмотря на то что до телепорта мы чуть-чуть медленнее чем могли бы быть потому что взять допустим в конце там взять на ракете гранату потом прыгнуть вниз и и кинуть и так далее это гораздо больше времени чем мы летим до телепорта учитывая что можно сделать хороший вообще там гринейт джамп и залететь наверх типа там на 800 900 тупсов например то это как бы это того стоит если кто-то так сделает мое уважение просто сразу это сразу инста оригинальность если конечно никто больше не сделает хвост веса 124 я не знаю может я говорю конечно какие-то очевидные вещи считаю что вы все дурочки вот этого не понимаете но я искренне хочу просто чтобы вы понимали эти вещи возможно вы об этом даже не думали потому что такие моменты иногда сложно заметить что у тебя не отбирают гранаты ты же там всегда где тратишь когда то что можно потратить одну ты не подумай потому что принципе все скруется там же есть гранатами ну пока все неплохо у войск веса ок вперед больше гранат потому что он знает что ему здесь на дороге потому что по-другому не получается так через рамку тоже не проходит непонятно почему может быть нарочно реально скипами другого варианта принципе не вижу ну и финиш чешется небо финиш без гранаты радио кала 122 беларусь 4 у 5 опять же без кнопки не за радио кали стоит посещать онлайн в таких случаях потому что никто не требует от вас как от так сказать средних игроков никто не требует от вас находить роуты в принципе это конечно не плохо но иногда также полезно посмотреть за другими дядями которые играют ту же самую карту так кала кала давай я очень хочу дать риза оригинальность очень хочу дать близко бабло я бы я почти вывел от меня тоже прямо руки на стол вот он красиво красиво ну-ка вы все чистенько все красивенько будет через звук утре если я из скорости который не с которым шел в принципе 3 дорожка был есть вариант здесь тоже внутри дорожка я думал что будет очень много будет очень много всяких рандомных обувь ловиться и так далее но и пока что удивление ничего такого нет потому что вы наверное оводите все варианты ну посмотрим еще принц много редоксиды 118 из австралии хорошие чистенькие ракеты хороший двоиц там это было сразу на второй под залетать конечно так обувь не не знаю не слышал по идее да либо просто тяжеловато пока все в одном все вместе делать так через рампу первая первая демочка через рампу ну не очень хорошие углы с плазмы потому что можно в принципе набирать скорость и высоту в одно время но возможно так потерялся потерялся ничего страшного хорошо идешь хорошо идешь не волнуйся все в порядке я не буду рядом за любите смотрит так будет ли через рампу за будет через рампу все хорошо и здесь это был джон все отлично и без гранаты блин ну слушайте очень даже чистенько очень даже неплохо пройденного очень даже мне понравилось синтакс 117 или пить хочу ребят вообще вот так начинается движуха ты заводит движуху сразу мгновенно принципе вот это про пиджам он тоже вишни потому что ну как я показывал а можно просто с крышка залететь это тоже все на тестировать и это все надо тренировать и так далее так а там кнопка ну все хорошо но не все хорошо синтакс потому что вниз рампа пропускаете просто наверное для того чтобы случайно не сделать рано блок диск или демку я могу это понять в принципе но это того не стоит лучше переиграть демку как по мне чем жертвовать таким как таким огромным количеством времени так через звуку 3 дорожку и здесь через рампу финиш так я хочу ребят кое-что проверить слава богу я было подумал друзей кнопка тогда можно при выходе сразу я не знаю при выходе и туда сразу издавал джампом туда сразу и настрой сразу это было бы прямо это конечно это не очень логично от маппера было бы но в целом это был бы неплохой косяк да я думаю давно бы уже нашли но я просто вдруг вдруг никто не смотрел это был бы чудо просто так мадара это у нас эдик аниме бой давай покажи ну нормальные ракеты хорошие ракеты опять же лишний аэропиджан который тратит только ваше время плохой заворот с ракеты хороший стрейк без рампы все хорошо все чистенько ага чуть-чуть промахнулся так здесь у нас триггер который будет сама а здесь гранаты возможно каким-то образом можно вытащить можно сделать так чтобы было две гранаты так через рампу но в этом случае уже в телепорт конечно быстрее ну и финиш 1 15 ну нормально нормально чистенько 114 хэппи хэппи нормально радует хэппи радует так я уж думал сейчас роут этот сделаю так намеренно так идет так через рампу вот много скорости габб все отлично тысячу упсов здесь все в порядке говоря языками языка языком классиков так сказать не тысячу упсов а 980 километров до уже был в принципе лишний ракетжан здесь как бы все нормально а единственный косячок до неприятный забывает но тут стрейк ребята по 2008 год никто стрейкить толком не умел кроме вес по я сомневаюсь что и вес как бы умел своими руками что-то делать но нужно понимать что вы играете старую карту соответственно стрейк спейсинге будут под старые предел так сказать хотя не знаю не знаю может быть в восьмом там просто на стрейфливали ужас как но там даже если стрейкить чуть-чуть лучше чем средне там уже перелетаешь я не знаю зачем ник так сделал это крайне неудобно это тебя тормозит это вообще обрезает какую-либо вариативность в рутах там на стрейфе то есть где-то я пытался там и минус джампы может какие-то придумать еще что-то даже вот этот вылет 2x из телепорта бану вес наверно сделал учитывая что он идеально стрейк человеку я не знаю но я честно сидел минут 10 наверно 55 10 минут я делал только этот дабл джамп с телепорта я не смог было пару раз что как будто бы близко но скорее всего даже не близко кошаков минут 10 давайте посмотрим модель за кошечку играет кошаков как ни странно ну еще здесь конечно же кривые клипы везде точнее они не кривые клипы клипы хорошие но они не того вида они стоят флэр клипами а надо где пункт них по уму особенно на ракете там одну возможно такая была задумка с другой стороны зачем поделать клеер клипы если хочешь чтобы там люди получились в общем-то не совсем понятная карта в целом окнасты кошакова все в порядке если вот он здесь не сделал и потерял наверно где-то 500 точно вот он упал вы сделал вот он еще раз упал вот все все в порядке у школы стиле джон там падает в воду котыш боятся воды лужам получился здесь не получился не сошлись так сказать звезды под хороший спейсинг поэтому пришлось сделать плохой прыжок но в целом минуты 10 очень даже ничего тайм геймрок избил 4-5 так хорошие ракеты мы пока делим опять же лишний ракет джамбов мог бы вот у него скорость хорошая глава 2000 мог бы просто без этого ракет джампа спокойно пройти но в целом ракета вышли хорошие достаточно медленно залетел на гранату на страна ты выбрался достаточно неплохо то есть как-то качели да у геймрока то быстро то не очень так нет неплохой ну плохой но скажем так не не бесполезный густ получился потому что скорости он все-таки дал не получился об потому что оба выключены а я вот кстати еще не смотрел может вот оба даже выключены но это топ он важный он очень много дает нельзя играть с личными обуви поэтому очень жаль конечно ну и стрей вполне себе хороший все в порядке без кранаты на финише у меня уже живут курчит ребята надо варить пельмени а клан калория минута и 8 ну на ракетах немножко под зацепил там тут очень поздно первое это не стрелил но в целом видно что ракеты чувствует знает как стрелять вас бы скорее всего не очень просто уютно ему может быть какие-то быстрые движения поезды с том это считает что минус шамп здесь у нас через рампу еще буст еще буст хорошо так стрейф здесь стрейф вот тут даже 5 падая они их можно легко перелететь зачем так может ник под себя там ты сил еще что-то я не знаю ну хороший стрейф ну собственно финиш через гранату из графа в принципе в любом случае быстрее даже если там лишнюю соточку набираешь это уже очень даже неплохо к и через австралии опять же минуту 6 вот сразу ракета так ну вот опять же хороший спейсинг под то чтобы не делать это драки джамп и все равно делают это пока джамп возможно им так просто легче и свободнее уютнее но это медленно чтоб вы знали я об этом уже сказал я говорить одно и то же не люблю как вы заметили так плазма это у меня живот гуглит ребят надеюсь не слышно или наоборот надеюсь слышно купить мне пельменей ну слишком высокая плазма не то чтобы в этом была такая необходимость но потом последовал гб который в принципе тоже не особо дал но целом хорошо в целом все хорошо очень быстро выполнена все в порядке в риф в ритхе звезды все пошла жара ребят под себя шучки вот она без без 2x вот оно пошло 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 так ракеты медленно и все теперь мы оцениваем по прямо по жесткому до ракеты медленные были я уже думал сейчас через 2 3 пойдет немножко заправим джамп это по идее рестарт но видимо решил что и так сойдет хорошие гранаты хороший буст точнее без не очень мы жестко теперь оценим так пошла срезка заложил помочь посмотри слишком высоко подлетел лучше низко среди спейсингом не словил зато обратно набрал зато набрал скорость оба и финиш без гранаты 58 все жестко оцениваем жесткая рэнфаер 53 8 папа вот и один из роутов вот все в порядке так все отлично пока что все очень быстро гранаты не не очень хорошие буст хороший много скорости вот хороший заворот очень хорошо вот все все то что о чем я говорил правда спейсинг немного неудачно без оба это не очень опасный момент хороший спейсинг под дабл джамп все хорошо если завернул и почти 900 на финише очень очень чистая дамочка и вот как вы думаете где тут вот вот тут есть думаете разница вот в этих дырках но она будет 52 секунды на ракете будет скорее всего разница но не очень значительная в целом так темп от 53 6 а хорошие гранаты хорошие ракеты тоже без вот этого самого я хотел сказать хорошие граната и здесь но ему здесь немного медленно вышла но в целом не плохо так тоже сразу должен к вверх хороший спейсинг подоб сейчас вот хорошо тысячи 350 так стрейк пошел опасный стрейк конечно нельзя стрейк максимум что можешь все перелететь нафиг надо об этом всегда помнить хороший спейсинг стрейк но вот кстати строй здесь тоже такой хитрый потому что если очень хорошо там делаешь низкий дабл джамп то потом ты теряешь в итоге на траектории потому что надо больше заворачивать это там надо как-то золотую середину найти и в принципе ее исполнять все 35 дельта третье место до этого назначен за рулем cpm это немножко возможно это немного медленнее так вот собственно роут про которые говорил граната чуть-чуть медленно вышло не сразу успел зато здесь нормально вылетел это поздний гб в принципе был сказать не критично но на самом деле критичный ребят поздний куда это не очень много здесь скорости еще поднабрал 1500 ну и стрейк на стрейк никаких изменений я думаю ни у кого нигде не будет потому что в принципе там можно наверное что-то придумать чего-то учудить но это я не знаю себе дороже наверное проще не просто делать и граната на самом деле вот через правую сторону как раз пошел и гранат получилось не очень так баз второе место 52 и в восемь ведомки связь соответствую секунду у нас уже через справа ракета но мне кажется это медленно через двоиц а даже вот пока получше ну вот это кстати нормально так будет быстро в принципе но я думаю что со скипом двоить не побыстрее не очень хороший гб здесь тоже в принципе скорости немного но в целом все получилось хорошо попадает под угодно теряет об стену очень много скорости слишком сквейсинг был неудобный у нас трейфе вот как я говорил золотую середину на себе найти чтобы хорошо завернуть и без гранаты даже на финише не знаю без гранаты скорее всего медленно ну и ксас 52 и 7 первое место тоже через двоиц интересно не скипали вот здесь за пола под себя ну 13 9 мы видим да чеки то есть там 13 7 было тут 13 9 на 200 быстрее баз тоже слабенький гб тоже слабенький 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 здесь скорости на в принципе все нормально глобально по скорости нормально слабые элементы тоже здесь на плоско все отлично я думаю что сас выиграл в основном на плазме потому что вас потерял очень много после оба здесь на трейфе очень много сохраняет но опять же когда пошли заворачивать непонятно тогда в чем кстати проблема такая вот в общем-то карта ребят на этом все всем спасибо всем удачи хорошего настроения так стать хорошего вечера и до встречи на стримах и всем пока и спасибо конечно же за просмотр всем удачи